Дмитрий Владимирович, знаем ситуацию, какая сегодня непростая сложилась с поставками зерна, муки и в том числе уже дефицит вашей продукции начинают испытывать регионы. Сегодня нам удалось поговорить с несколькими руководителями, но и они действительно серьезно задачны, то есть ситуация, которая складывается. Хотелось бы уже от вас узнать, что все-таки происходит и видите ли вы путь какой-то в конце туннеля этого. Но уже на протяжении 3,5-4 недель мы живем как на пороховой бочке, я каждый день не понимаю, подадут завтра вагоны, не подадут. То есть получается мы оказались заложниками конфликта Желдор-Альянса с ТК-парком. ТК-парк в лице промэнерго, завтра у нас будет ремонт, послезавтра не будет, каждый день они решают, будет у них не будет ремонт. Уже для всех понятно, что этот ремонт является не более чем предметом шантажа. Оказались в заложниках 4 предприятия с огромным количеством обязательств, сотрудников. Завязаны и не только наши потребители, но и наши поставщики. И вот последнее, что происходит, с 8-го числа получается 5 дней, включая праздничные и выходные дни, не было подачи уборок. К понедельника у нас 18 порожняка на АЧИНС-2 и 6 груженных на уборку. Все это время простояло. Соответственно, мы уже нарушаем графики. С 8-го числа введен на предприятие ограниченный режим работы. Сотрудники, которые работают по сдельной оплате труда, соответственно, испытывают снижение доходов, мы недополученную прибыль. Причем все должны понимать, что если мы сокращаем работу на 25%, это не значит, что наша прибыль снижается на 25%. Мы автоматически уходим сразу же в убытки, а наши сотрудники теряют доходы в любом случае, соответственно, ну и в бюджете всех уровней. Смотрите, предприятию вашему уже много лет, я знаю, что 18 лет вы уже на рынке, и вот эта схема подачи вагонов, уборки и поставок, она же была отлажена и работала, пока не произошли эти события. Да, и кстати, эти договоренности всегда были, скажем так, понятийные между предприятиями. Но я сам был одним из инициаторов того, что когда вопрос спорный и касается монополий, этот вопрос регулируется Министерством тарифной политики. Соответственно, в данной ситуации точка поставлена, в том числе, насколько я знаю, и в суде был вопрос, поднимался о тарифе на пропуск вагонов. Он утвержден уже всеми инстанциями, и ничего, я не вижу никаких причин, ничто не мешает сегодня пропускать вагоны по установленному тарифу. А Желдор Альянс, насколько я знаю и могу за это поручиться, готов оплачивать все эти услуги спокойно и в полном объеме. И даже сверху готов оплачивать за работу в выходные и праздничные дни в любой приемлемой сумме. Но, к сожалению, ТК-парк на переговоры не идет. Сегодняшнюю ситуацию однозначно нельзя назвать конфликтом или спором двух хозяйствующих субъектов. Это что-то другое. Сегодня это уже касается, я не знаю, я пытался посчитать. Если исключительно людей, которые работают вокруг этой всей ситуации, это уже тысячи людей и десятки предприятий, которые ремонтируют свой парк в магистрале подвижной. Мы со своими коллективами, наши потребители со своими коллективами. Ну а если брать конечных потребителей нашего продукта, то это миллионы людей, а то и десятки миллионов. Сегодня я понимаю, что вы производите муку, которая поставляется в несколько регионах. Какие вот сегодня проблемы уже есть? Какие субъекты и какие предприятия испытывают дефицит вашей продукции? Практически все отгрузки нарушены, а мы еженедельно отгружаем. То есть раз в неделю в каждый регион должна уходить продукция поставки. За что нас и ценят? За то, что у нас и качество стабильное, и логистическая цепочка стабильная. То есть все были уверены. Сегодня, соответственно, графики сорвались. Мы не работали пять дней и наверстать это уйдет не одна неделя для того, чтобы восстановиться. Тем более из-за перегруженности складов пришлось ввести ограниченный режим работы. И это уже сказалось на том, что мы объемы не выполняем майские. Все регионы от Дальнего Востока до Ростова наша продукция поставляется, а также за рубеж в дружественные нам страны. Все они подвергаются сегодня корректировкам. Я понимаю, у вас есть еще и определенные экспортные обязательства, которые тоже можно рассматривать в разрезе интересов не только вашего предприятия, но и страны в принципе, в целом. Я думаю, все сегодня понимают, что такое сотрудничество с Северной Кореей, и Киргизией, и Монголией. Потому что это одни из немногих стран, которые действительно не имеют с нами никаких конфликтных ситуаций, а скорее дружеские отношения и друзей терять не хотелось бы в данной ситуации. Но скорее корейский экспорт был поставлен под серьезную угрозу, когда в прошлый раз первоначальное развитие конфликта было. Мы в последний день апреля ГУшки были согласованы, успели отгрузиться. Просто на волоске была ситуация. Сегодня, конечно, хочется верить в успешное разрешение всей этой ситуации, но нельзя исключать и худший сценарий. Какой вы его видите? В патовой ситуации предприятия не будет. Не будет ни направления простора в Сибири, которым они занимаются, на площадке, которая находится за этим путем, а причалым я не будет в принципе. Мы, если кто-то там пытается нам иногда говорить, что грузитесь автотранспортом хотя бы в усеченном режиме, это невозможно. Тут любой желающий может ко мне прийти из руководителей той стороны либо из журналистского сообщества. Я любому объясню, что без этой железной дороги функционирование нашего предприятия в принципе невозможно. Ни в каком масштабе, ни в усеченном, ни в сокращенном, ни в каком. Ну и вообще в принципе сокращаться бы не хотелось, а предприятие погибнет. Вот это худший вариант. Как вы считаете, кто бы мог вмешаться в эту ситуацию и все-таки разрешить ее? Потому что путем переговоров таких двух организаций однозначно уже сейчас становится понятно, что ситуацию не урегулировать. Вообще в курсе ситуации и городской прокурор, и транспортный большую, конечно, поддержку мы сегодня видим и вникает в вопрос, пытается разобраться Ачинский транспортный прокурор, глава города в курсе, он занимается этим вопросом, руку на пульсе держит. Наше профильное министерство сельского хозяйства также постоянно мониторит ситуацию. Но лично меня поражает, что мы уже практически месяц предприятие, находящееся юридически в Барнауле, издевается над четырьмя предприятиями, в общем коллективом за 400 человек, со всеми своими обязательствами, и никто ничего с этим сделать, поделать не может. Вот это страшно для меня. Желаем вам удачи, надеемся, что ситуация скоро разрешится. Я тоже очень надеюсь на то, что все наладится, и мы пожмем руки и будем продолжать сотрудничество на взаимовыгодных условиях. Субтитры создавал DimaTorzok